Девушки отдыхают Девушки отдыхают А ты, Хаким, какой жанр изобразительного искусства предпочитаешь? Кино А разве кино — это изобразительное искусство? А как же? Кино — это последовательность изображений Хм, но если говорить о бартхаусном и вообще высокохудожественном кино, то, наверное, это так А я другого не смотрю Берите все примеры с Хакима Алматы Алимжан представляет лица Аэростан и город Шимкен А у тебя какие отношения с изобразительным искусством? Краткие Что это значит? Объясни Я люблю художников, которые быстро могут набросать, чинивать портрет или пейзаж То есть ты любишь, когда результаты творческого труда не заставляют себя ждать? Да, и с ними можно поскорее познакомиться Ну что поделаешь, таково все нынешнее подрастающее поколение Но не забывайте, что краткость не всегда сестра таланта Олег Аладыбаев, Астана, средняя школа номер 37 Ты тоже любишь краткость? Я люблю хорошие пейзажи А быстро они написаны или нет, мне все равно А ты предпочитаешь что-нибудь такое грозное? Ну, скалы, тучи, бурю Нет, наоборот, я люблю тихое, умиротворяющее, облака, леса, поля Ага, значит, ты хорошо должна знать метеорологию, агрономию и ботанику Я знаю, на что вы намекаете Вы намекаете на вопросы сегодняшней игры Угадала Алмаз МакПост, Петропавловская образовательная школа лицея имени Макжана Жумабаева А ты за пейзаж или за натюрморт? Я за карикатуры Любишь посмеяться над другими? Почему только над другими? А, так ты на шутки по собственному адресу не обижаешься? По крайней мере, стараюсь Молодец Это ценное, но, к сожалению, редкое качество Дана Колбаева, Алматы, Казахстанская российская гимназия номер 54 имени Панфилова Нет А что нет? Ничего умиротворяющего не люблю Ага, а карикатуры? И карикатуры не люблю А что же ты вообще любишь? Я люблю морские пейзажи, только обязательно, чтобы бури, ураганы, кораблекрушения и отважные люди, чтобы боролись со стихией Вот какие отважные люди сегодня у нас готовы к борьбе с интеллектуальной стихией И мы начинаем эту борьбу Правила первого тура традиционны 12 простых вопросов, 3 варианта ответа Надо выбрать тот, который кажется правильным И как можно скорее нажать соответствующую кнопку на игровом пульте Баллы, набранные в первом туре и скорость ответов Все это будет иметь большое значение для определения финалистов сегодняшней игры Все готовы? Начинаем борьбу Этот римский император был знаменит как актер Кто же из предложенных вариантов? Тиберий, Клавдий или Нерон? Император Нерон, по отзывам современников, был неплохим драматическим актером Музыкальный интервал Как он называется? Варианты Прима, Памир или Беломор? Первый вариант – это правильный ответ Герой поэмы Пушкина Варианты Беломор, Черномор или Мухомор С ними дядька Черномор Мухомор относится к этому грибному семейству Какому именно варианты? Паганковых, Цыроежковых или Мухоморовых? Мухоморовых – это правильный ответ Геологическое тело, сложенное ледниковыми отложениями Как называется такое тело? Варианты Марена, Мурена или, может быть, Сирена Правильный ответ – Марена Соли фосфорных кислот Варианты – фосфаты, фосфиты или софиты Правильный ответ – фосфаты Отвучала первая половина вопросов первого тура Давайте обратимся к нашей турнирной таблице за предварительными результатами Лидирует у нас Алмаз в 4 балла У Даны и Катерины тоже по 4 балла, но выстроились они по скорости ответов Алия заработала 3 балла на 4 месте На 5 месте Хаким у него 2 балла И замыкает таблицу Алмат, у которого тоже 2 балла Что такое софиты? Варианты Это соли, фонари или арматура Софиты у нас даже в студии есть над вашими головами Это арматура, к которой крепятся фонари Непобедимая армада пыталась атаковать Англию в каком веке? Варианты – в 15, 17 или 16? Испанская непобедимая армада пыталась атаковать Англию в конце 16-го столетия В каком году сборная Англии стала чемпионом мира по футболу? Варианты В 1958, в 1966 или в 1974 году? 1966 год – это правильный ответ Итак, вновь обратимся к нашей турнирной таблице Дана у нас лидирует, 5 баллов На втором месте Катя у нее тоже 5 баллов На третьем – Алмаз, 4 балла Алия на четвертом с 4 баллами У Алмата 4 балла на пятом месте Алмат И Хаким замыкает нашу таблицу, 2 балла Столица Никарагуа Как называется этот город? Варианты – Монагуа, Никарагуа или Сандино Правильный ответ – Монагуа Кому посвящено стихотворение Майлина «Не рыдай, не плач» Написано в 1924 году Варианты Ленину, Сталину, Хрущеву Владимиру Ильичу Ленину было посвящено это стихотворение Древние сосудистые растения Варианты Хрущи, хвощи, хлыщи Второй вариант – это правильный ответ Завершился первый тур нашей игры Давайте познакомимся с его результатами Дана у нас лидирует 7 баллов первое место, молодец На втором месте Алия 6 баллов На третьем Катя, у нее тоже 6 баллов И на четвертом Алмат, у него 6 баллов Алмаз на пятом месте с 5 баллами И у Хакима 3 балла И шестое место в нашей таблице Переходим ко второму туру Давайте вспомним его правила Перед вами 7 клавиш За каждой скрываются 5 вопросов По самым разным школьным предметам Каждый из игроков выбирает свою клавишу В случае правильного ответа он получает балл А в случае неудачи теряет один из баллов Набранных в предыдущем туре И дает возможность попробовать Подобрать его своим соперникам Если, конечно, они рискнут собственными баллами Напоминаю, что в пропуск в финал Получают трое участников игры Набравшие наибольшее количество баллов По сумме первых двух туров А в случае равенства Преимущество отдается тому Кто затратил на задание первого тура Меньше времени Итак, Хаким, какую клавишу мы выбираем? Нота ми Основной способ размножения грибов Ну, думаю, не дискуссии Споры? Споры, они размножаются спорами Молодец Поэт и драматург Фридрих Шиллер Считается одним из основателей Этого литературного течения Драма? Нет Это не литературное течение Соперники В Германии, в всяком случае Он считается основателем Одним из основателей Этого литературного течения Какие течения литературные мы знаем? Общения разные бывали Раз, два, три Шиллер — это отец-основатель романтизма Сколько углов образуется При пересечении двух параллельных прямых Третьей? Ну, можно посчитать, просто нарисуй Две параллельные прямые Восемь — это правильный ответ В этом олимпийском силовом виде спорта Сначала соревновались в троеборье Затем в пятиборье Затем вновь в троеборье А с 1973 года в двоеборье В самом, что ни на есть, силовом Борьба Я, если честно, не очень понял вопрос Ну, нужно назвать силовой вид спорта Ты назвал борьбу, к сожалению А, да, тяжелая атлетика Тяжелая атлетика? Окей, справиться успел Хорошо, принимаю Это правильный ответ В 1907 году в Петербурге выходил журнал «Серке» А на каком языке? Казахский На казахском языке, да Кроме русских текстов Основное было на казахском Отыграли мы ноту «Ми» с Хакимом Сейчас у Хакима 6 баллов Отличный результат И второе место в нашей турнирной таблице Так, держать На первом месте у нас Дана А играть мы сейчас будем с алмасом Нота до Нота до Итог этой операции называют частным Операция, естественно, математическая А не хирургическая Деление Деление — это правильный ответ Молодец Эта международная организация Была создана после Первой мировой войны Была прообразом Организации Объединенных Наций У нее было немного футбольное название Лига Наций Лига Наций — это правильный ответ В Панаме нет своих банкнот А что используется для расчетов? Далеко не надо за ответом ходить Это доллары Доллары какой страны? Американские То есть США Это правильный ответ Село Чунджа в Алматинской области Важный пункт на границе Казахстана С этим сопредельным государством Чунджа Даже в названии, по-моему, есть какой-то отзвук Это Китай? Это Китай Что такое саргассы? В честь которых назван участок Атлантического океана Это организмы, которые обитают в этом участке Атлантического океана Рядом Дам 3 секунды исправиться То есть это не полонтон, не медузы Что это? Раз Рыбы Нет, это не рыбы Соперники Екатерина Это водоросли Саргассово море Названо так, потому что там саргассы плавают И те самые водоросли Молодец Вслед за Хакимом отлично отыграл свою ноту Алмаз У Алмаза 8 баллов И первое место в нашей турнирной таблице Молодчина А следующим будет выбирать ноту «Почти твой тезка» Алмат Что это будет? Нота «Ля» «Ля» На суше Швеция граничит только с двумя государствами Назовите оба По-моему, вопрос несложный Это Финляндия и Норвегия Это Финляндия и Норвегия Абсолютно правильный ответ Листьями и побегами эвкалипта, которые содержат ядовитые вещества, практически никто не питается, кроме этих зверьков, у которых иммунитет Кто же этот любитель эвкалипта? Все знают Может быть, это Куала? Это именно Куала Итог вычитания большего числа из меньшего Прям ужасно сложный вопрос Вычитание? Вот ты вычитаешь, условно говоря, пятерку из тройки Как будет называться итог? Мне нужна не цифра, а как называются такие числа? Раз Два Три Ответа нет Соперники Так, я смотрю, почти все знали Катя Это разность Разность двух чисел Нет Именно при такой постановке «большая» из меньшего Очень внимательно нужно следить за вопросом Нет, не разность, Катя Следующая была Алия Это ответа Ответа нет То есть тоже думал, что это разность Друзья, ну, внимательно читать вопрос На самом деле, слушайте, что вас спрашивают В результате получается отрицательное число Три минус пять, получается минус два Основная тема работ художников-баталистов Ну, неотопительные батареи, очевидно Военная тема Военная, правильно Сражения, бои, всякие прочие Молодец Как называется часть ракетного двигателя Предназначенная для истечения газов Которые, собственно, и приводят ракету в движение Вот Газов выводите? Нет, там все проще Это, там есть два названия Любое, приму, как вариант Соперники Часть ракетного двигателя предназначена для истечения газов То есть они оттуда истекают И вот этот выход газов придает ракете им при движение Итак, Алмаз Это сопла? Сопла или дюза Молодец Алмаз Зато любят казахстанские степи Говорят, сколько его ни корми, он все в лес смотрит Это волк Это волк Правильно Исугей Багатур был отцом этого знаменитого исторического деятеля Отметь не Батыр, а Багатур И деятель очень известный Исугей Багатур Твоя версия, Кать? Исугей Багатур Сейчас Раз, два, три Ответа нет, соперники Так, первым был Алмат Чингисхан Чингисхан, конечно Потрясатель Вселенной В каком случае прямая считается перпендикулярной данной плоскости? Когда данная прямая перпендикулярна любой прямой, лежащей в данной плоскости Молодец, это правильный ответ Название этого инертного газа переводится как ленивый, медленный, неактивный Надо сказать, что он стал известен первым из инертных газов Может быть это аргон? Это именно аргон Это он, это он, это газ аргон Его измеряют при помощи ртутного столба Отметь его, не ее Это атмосферное давление Давление Просто давление Все верно Ноту соль, Катя, отлично отыграла Девять баллов, второе место в нашей турнирной таблице Поздравляю Лидирует у нас Алмаз на первом месте На третьем Алмат А играть мы будем с Алией Алия, выбирай, пожалуйста, ноту Фа Пурпурная лесная ласточка живет в Северной Америке Но на зиму улетает на берега этой южной реки Причем перемещается в другое полушарие Что за река? Амазонка Это Амазонка Амазонка В девятнадцатом веке так называли женский костюм для верховой езды Юбка была чуть покороче, хотя ездили дамы все равно боком Я уверен, что ответ ты знаешь Пиджак Нет, не пиджак Соперники Данна, попробуй ты Жакет Нет, не жакет То есть, ну смотрите, юбка там была чуть короче Костюм включает в себя и юбку, и все остальное Включает там пиджак или жакет Кто-нибудь еще? Раз, два, три Только что название этого костюма прозвучало Он называется Амазонка Основное соединение римской армии численностью около пяти тысяч человек Этот термин сохранился до наших дней во французской армии Как ты думаешь, Илья, о чем идет речь? Раз, два, три Соперники Так, каким был первым? Легион Легион, все верно В классической механике импульс тела равен произведению Его массы на... на что? Будьте проще, если импульс, то на... Скорость На его скорость, правильно Назовите самые древние способы на длительный срок сохранить мясо при положительных температурах То есть подразумевается без холодильника, не было до холодильников Способов этих как минимум два Положить в пещеру К сожалению, такой ответ я принять не могу Соперники Хаким Вялене и соленье Ну, посол и вялене, правильно Его можно посолить или вялять на солнце Правильный ответ, молодец Алия отыграла ноту фа Сейчас у Алии 4 балла И замыкающее место в нашей турнирной таблице Да, она сейчас находится на пятом месте И вот с Даной мы отыграем последнюю ноту в этом туре Нота ре Нота ре Летом 1917 года в этом северно-казахстанском городе Издавался литературный журнал Абай И совершенно не случайно, что именно в этом Городе Семипалатинск Молочин, это правильный ответ Так называют сбор, измерение и анализ количественных данных Этим занимаются обычно государственные организации Налоги Нет, нет, это не налоги, конечно Налоги, там собираются деньги, а тут количественные данные Соперники Так, Алмаз был первым Статистика Статистика, это правильный ответ Основной способ размножения клеток Как ни странно, это не умножение Раздвоение Дам три секунды исправиться Раз, два, три Нет, соперники Так, каким был первым? Деление Деление, конечно Если не умножение, то деление Размножение клеток Вид синтаксической связи Подчинение К сожалению, это неверный ответ Соперники Катя была первой Это согласование Нет, Катя, не согласование Алмат Это управление Это управление Так географы называют возвышенную над уровнем моря равнину с ровной или слабо расчлененной поверхностью От французского слова плоскость Плата Молодец, это правильный ответ Второй тур нашей игры пришел к концу со следующими результатами Алмаз у нас лидирует 10 баллов Молодец На втором месте Хаким 9 баллов И на третьем Алмат 9 баллов Я обращу ваше внимание, что начинали они игру как раз таки с последних мест Нашей турнировой таблицы А вот лидеры первого тура, к сожалению, опустились ниже Екатерина 8 баллов и четвертое место У Даны 5 баллов и пятое место И замыкает таблицу Алия, у которой 4 балла К сожалению, девчонки с вами придется попрощаться С Катей, с Даной и с Алией Но, во-первых, вы умницы Во-вторых, вы красавицы В-третьих, вы хорошо бились на самом деле Но просто вот игра непредсказуема Бывают разные всякие случаи Спасибо большое за участие в этой игре И удачи во всех ваших делах Итак, начинается решающий тур Который, как вы знаете, и определит лучшего игрока недели И второго участника финала месяца Его правило Вам предлагаются 4 темы Вы можете выбрать любой вопрос, любой темы У каждого по 5 попыток Но вы можете добавить себе баллы соперников Конечно, только в том случае, если они дадут неверный ответ Сегодня темы у нас такие Мертвые языки Живые языки Языки и язычки И арабы Первым выбирает тот, кто до сих пор лидировал Алмаз, прошу Языки и язычки за 20 Язычками часто называют кондитерское изделие Из такого теста Мне кажется, вы все наверняка их ели Слоеного Из слоеного теста Молодец Это правильный ответ В игру вступает Хаким Выбирай, пожалуйста Живые языки за 20 Живые языки за 20 Давайте послушаем музыку Слоеного теста Языки Банту Языки Банту распространены по всей Африке Но только южнее Сахары А почему? Языки этой группы Они говорят практически по всей Африке Кроме северной части Может потому, что в северной части Разговаривают больше на арабском и на берберском Это правильный ответ Молодец Право выбора вопроса приходит к Алмату Арабы за 20 Ну вот к слову об арабах Арабы за 20 Лаг объединяет 22 государства Это государства, расположенные на двух континентах А что такое Лаг? Нужно, естественно, дать расшифровку аббревиатуры Не забываем про самое главное про тему Может быть это Лига арабских государств Это именно Лига арабских государств Молодец Вновь играем с алмазом Выбирай, пожалуйста, вопрос Арабы за 30 Древнеримский император Филипп по прозвищу Араб Изображен на 100-фунтовой купюре этой страны Страна это была провинцией Римской империи А теперь постоянно упоминается во всех новостях Это Ливия? К сожалению, это неверный ответ соперники Алмат Может быть это Сирия? Это Сирия Да, Телефораб происходил из Сирии Играем с Хакимом Выбирай, пожалуйста, категорию и цену вопроса Языки, язычки со 30 Язычок это деталь духовых инструментов Тонкая пластинка Один ее конец закрепляется А другой колеблется под струей вдуваемого воздуха И служит источником звука в таких инструментах Может быть губной гармошки Ну да, губная гармоника в том числе Молодец Играем с Алматом, выбирай Арабы за 10 Это арабская буква Сад А какой звук она обозначает? Не сомневаюсь, что вы все прекрасно знаете арабский на этом уровне Вопрос за 10, он очень-очень несложный Буква называется Сад Твой ответ Нет Ответа нет Соперники Алмаз Может быть звук А? Нет, не звук А Хаким? С С, конечно Ну камон Конечно Давайте обратимся к нашей турнирной таблице За предварительными результатами третьего тура Итак, Хаким у нас лидирует 60 баллов Отлично Алмат отстал совсем немножко 50 баллов у Алмата И Алмаз на третьем месте с 20 баллами Противники друг от друга оторвались не сильно Поэтому ситуация может измениться в любой момент Алмаз, выбирай пожалуйста категорию, стоимость вопроса Живые языки 30 В этой стране говорят на Галисийском, Басксом, Окситанском, Астурийском, Арагонском, Валенсийском и Каталанском языках Но государством считается другой Хотя говорят на нем только в центральных областях Это Испания Это язык Испанский Испанский, на основе Кастильского, молодец Следующий вопрос выбирает Хаким Прошу Мертвые языки 20 Мертвые языки 20 Этот язык, письменный для которого создали Кирилл и Мефодий С самого начала был книжно-литературным И никогда не использовался в качестве средства бытового общения Старо-русский может быть К сожалению, такой ответ я принять не могу Соперники Твоя версия, Алмат Старо-славянский Старо-славянский или церковно-славянский Молодец Ну и Алмат, твоя очередь выбирать вопрос Мертвые языки за 30 Архонно-енисейские руны, как считают ученые Были письменностью этого вымершего языка От которого произошло множество современных Твоя версия Копчахская письменность Нет, такой ответ я принять не могу Соперники Архонно-енисейский Сразу указывать на какой-то район Итак, алмаз Тюркский язык Не просто тюркский А какой Архонно-енисейские надписи Это Им почти полтора тысячелетия Давай, дам 3 секунды Древне-тюркский Древне-тюркский или прото-тюркский Про-тюркский Молодец И давайте вновь обратимся к нашей турнирной таблице Как мы видим, алмаз у нас переворвался в лидеры 80 баллов в первое место Алмат на втором месте, у него 70 баллов У Хакима 60 баллов Он на третьем месте Опять же повторю Соперники находятся очень рядом друг с другом Ситуация может замениться до конца игры Еще неоднократно Алмаз, выбирай, пожалуйста, вопрос Языки и язычки за 40 Войну с Наполеоном 1812 года В России называли вторжением двунадесяти языков Что имели в виду? Можно своими словами Если будет вас можно подходить, я приму такой ответ Может быть, французы разговаривали на 20 языках Версия такая, довольно буквальная Но, к сожалению, неверная У французов был свой язык, на котором в то время разговаривала практически вся Европа И половина цивилизованного мира Соперники? Что жители России говорили? Вторжение двунадесяти языков Хаким, твоя версия Может быть, из-за того, что за Наполеона воевали не только французы Но и остальные, которые разговаривали на своих языках Как сказать, наемники Да, все правильно Вот такую версию ответа я принять могу Потому что языками в то время назывались иноязычные, иноземные народы А Наполеон, как вы помните, притащил из-за собой в Россию Целую армию своих союзников Своих подчиненных народностей Типа немцев или итальянцев Ответ правильный Ну и теперь заработал баллы на вопросе Алмаза Теперь выбирай свой вопрос Мертвые языки 10 Слово о союзниках Наполеона, да? Пруссаках На прусском языке говорила балтийское племя Жившее на территории современной Пруссии Их язык начал вымирать в 13 веке С чем это было связано? Вот судя по картинке и вообще всей этой истории Постоянные междоусобицы, военные действия Ну то есть ты думаешь, что они как бы сами себя истребили И поэтому у них язык исчез, да? Такая логика в твоем вопросе? Ну не то чтобы сами Возможно кто-то хотел завоевать их территорию Из-за нападений Их численность все уменьшалась Так, вот сейчас философствовешь Ты мне дай, пожалуйста, четкий конкретный ответ То есть кто, например? Крестоносцы Это уже хорошо, окей, хорошо Скажи, пожалуйста, а заменили русский язык каким? Немецкий А вот это правильный ответ, молодец Играем с Алматом Выбирай, пожалуйста, категорию и стоимость вопроса Арабы за 40 И вновь слушаем музыку Субтитры подогнал «Симон» Арабесскими называют не только известную в прошлом дискогруппу Фрагменты с песней, которую мы прослушали Но и замысловатые декоративные завитки А почему? Или за сходство с чем? Итак, Алматовая версия Типа с арабскими украшениями Украшениями К сожалению, такой ответ я не приму Соперники Алмаз За схожесть с арабским языком, с арабскими буквами Вот не языком, да С арабскими буквами А на что они похожи, арабские буквы? Иероглиф, знаки Окей, хорошо Арабские буквы Обычно их называют арабская вязь Потому что они все такие тоже Такие замысловатые Да, это правильно, ответ я приму Итак, как я и предсказывал Ситуация вновь изменилась Теперь у нас Алмаз лидирует У него 120 баллов На втором месте Хаким У которого 110 И у Алмата 70 баллов Остались последние три вопроса И мы будем подводить итоги третьего тура Играй Языки и язычки за 10 Взять языка Обычная задача фронтовых разведчиков А что это означало? Захватить в плен врага А уточни, почему языка? Дам три секунды Его не будут убивать, чтобы он рассказал им планы противника Да, задача была такая Взять пленного, чтобы из него каким-то образом вытащить информацию о планах противника Это правильный ответ Играем с Хакимом Выбирай, пожалуйста, вопрос Живые языки за 10 Хотя официально считается, что на нем говорят Один миллиард и около 300 миллионов человек По мнению многих западных лингвистов Это не единый язык, а семейство, состоящее из десятков языков Китайский Это китайский язык, да Все верно И, Алмат, последний вопрос в этой игре выбираешь ты Выбирай Арабы за 50 Самый дорогой вопрос в теме арабы Перед вами корешки знаменитого собрания арабских сказок А если бы арабы были римлянами, какие два знака стояли бы на корешках? Вот сейчас там, если тебе не видно, там написано 1-0-0-1 Речь, естественно, идет о самом известном произведении арабской литературы Это «Тысяча и одна ночь» Что бы там стояло на корешках, если бы арабы были римлянами? Попытайся понять логику вопроса и дай мне ответ Раз, два, числа Еще раз? Числа Ну вот конкретно мне нужны, представь себе, римские числа Окей, хорошо, ты вроде дошел до соображения Назови Раз, два, три Я вам больше ждать не могу Соперники Какие-нибудь соображения? Место единицы стояло бы i Так, хорошо А вместо нуля? Нет, смотри, у римлян, у них были уже определения для, у них отдельные были, для 50 отдельное было обозначение Для 100 Вот как бы, грубо говоря, римляне, вот вы принцип все поняли, да? Как бы римляне написали 1000 и 1 Раз, два, варианта нет Алмаз, может быть, уже тебе все открылось? Нет варианта К сожалению, у алмаза тоже нет правильного ответа Мы в одной из предыдущих программ вспоминали, что милле по латыни означает 1000 И, соответственно, буква m означает 1000 А буква i означает 1 Там было бы m, i Итак, третий тур нашей игры подошел к концу На первом месте у нас Алмаз, у него 130 баллов На втором месте Хаким, у которого 120 баллов И на третьем месте Алмат, у которого 70 баллов Аплодируйте Алмату, он вполне заслужил аплодисментов С Алмазом и Хакимом я увижусь в игре месяца А с тобой, Алмат, я буду прощаться Но спасибо большое за участие, хорошо играл, на самом деле, молодец Хорошее знание продемонстрировал Но вот надо было до конца все-таки вот этот драйв не терять Я желаю тебе успехов в учебе и во всех твоих делах АПЛОДИСМЕНТЫ И мы еще раз искренне поздравляем победителя нынешней недели Нашего чемпиона Алмаза МакПос Ученика общеобразовательной школы-лицея При Петропавловском гуманитарном колледже имени Макжана Жумабаева За блестящие знания, за волю к победе и за правильную эрудицию Ему вручается диплом от нашей программы АПЛОДИСМЕНТЫ А я напоминаю, что теперь наши игры вы можете посмотреть на сайте нашего телеканала www.bmtv.kz А сегодняшняя игра завершена Спасибо всем, кто принимал в ней участие Или следил за ее ходом по телевизору До свидания, всего хорошего АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»